Ребята, всем привет! Вообще нифига не выспался, отправился в автомобильное путешествие по Древней Руси, именно по Руси. Вот сейчас первая точка это Переиславль-Залезский, потом будет Ростов, который в Ярославской области, потом Ярославль и так далее. Я буду путешествовать, объеду кучу городов, поехал с подругой на машине, на машине, и поэтому очень удобно, можно везде спокойно ехать, смотреть достопримечательности. Вот, видите, пока вот в Переиславле-Залезском остановились, я у магазина спрашиваю людей, что здесь надо посмотреть, они так плечами пожимают, а мы, говорит, не знаем даже, то есть местные жители не знают, какие здесь достопримечательности, что здесь посмотреть. Вот подруга идет по телефону, говорит. Так, ну ладно, в общем, сейчас что-нибудь найдем, и я вам все покажу. Вот нам сказали, что здесь есть музей утюга, то есть я спрашиваю, что здесь посмотреть, они говорят, посмотрите музей утюга. Вообще очень мало людей в городе почему-то. Все работают, наверное, в пятницу, днем. А ну вот мы вышли к музею утюга, который нам рекомендовали. Музей утюга. Сейчас зайдем. О, тут есть эти штуки, как они, поп-ит называются. У нас есть такая красная полочка, это полка эволюции. На ней находятся все семь основных типов утюга. Начиная от самого старого, древнего, ну и заканчивая, естественно, самым новым и современным. У всех дома такой утюг, таким классики? Да. Похож, один в один. У кого-то, да, у кого-то нет. Ну ладно, до него мы еще доберемся, но все-таки начнем с самого первого, так как с него все и начиналось. Как вы думаете вообще, где придумали утюг, в какой стране? В России, наверное? Нет, не в России. В Китае. В Китае, да, все китайцы придумывают, совершенно верно. Утюг тоже они придумали в шестом веке для нашей. Нагревали его на чем угодно, на углях, на костре, на солнце, на печке. Но у него было очень много минусов, можете парочку предположить. Обжечься можно. Обжечься, ну любым утюгом можно. Обжечься, да. Быстро остыбал, перегревался, так. Прилипал к одежде. Прилипал, то есть у него еще пачкалась подошва, приходилось гладить через тряпочку, цельное литье, ручка тоже нагревалась. Ну и приходилось пользоваться прихваткой. Деревянную не сделаете, потому что она просто-напросто сгорит. А вот следующий утюг придумали в Турции 300 лет тому назад. Что засыпем сюда? Вот. Да, совершенно верно. То есть мы берем совочек, засыпаем сюда уголечек. Закрываем, проверяем. Обязательно таким утюгом перед работой нужно было помахать. То есть мы машем, делаем зарядку, отгоняем комаров с соседями, но из-за одного мы раздуваем уголь. Но у него тоже нашелся недостаток. Как вы думаете, какой? Пачкал. Так, пачкал еще. Сейчас угольки уже повалим. Так, угольки могли выйти. Смотрите, сзади вас на окне висят решеточки и называются колоски. А дно сюда вставляется, ничего не попадает, не вылетает. Самый основной, какой недостаток? Что выделялся, похоже, какой? Угарный газ, да, дымил, коптил. Ну и хозяйка, долго гладя, подержив таким утюгом, могла задохнуться и угореться. Но это Турция, там гаремы, жены много, они не заметят. Одна и больше, другой вечер. Но русские мужчины позаботились о женщинах, придумывают вот такие разновидности угольных утюшков. Здесь есть поддувальцы, то есть махать им уже не нужно. Есть трубочка, из которой выходит угарный газ. Он уже идет не в лицо хозяйки, а в сторону мужа, соседей, тех, кому не жалко, ну или тех, кто стоит рядом. Это у нас вариация утюга для жены-левшей. Есть для правшей и для людей неопределившихся. Позаботились обо всех. Какое интересное здание. Что там написано, не видишь? Это школа, наверное. А, да, к столетию школы. В 1914 году построена школа, красивая. Вот здесь есть такие валы, горы, сопки. Сейчас мы заберемся на вал и посмотрим, что же оттуда видно. Весь город. А, нифига, это просто тропа куда-то вдаль. Да, мы пришли на осень. Плещеево озеро. В народе его называют Плешка. Здесь такое умиротворение и тишина. Удивительно, людей вообще нет. В городе идешь, вот сюда к озеру мы шли, вообще никого там. Редкие бабушки и все. Смотрите, огромное озеро. Почти как Байкал. Свинособаки кидают всякий мусор в озеро. Там вон видно пластик. А так офигенно. Кайф. Да, вода чистая, чистая. Уезжаем из Переиславля. Исторический центр классный. Такие маленькие домишки. Малоэтажная застройка. Въехали в Ростов. И здесь закончились дороги. Просто куча ям каких-то гигантских. Блин, как красиво, офигенно. Малоэтажная историческая застройка. Смотрите, как красив Ростов в Ярославской области. Смотрите, какой красивый храм. Но в первую очередь я хочу есть. И мы идем в заведение, которое называется Харчевня. Хотя это кофей, кофейни. Ну и посмотрим. Надеюсь, там есть еда. Что это за цены? Вообще, смотрите. 29 рублей салат. Макароны 39 рублей. Суп 59. Я не знаю. Но сейчас зайдем, посмотрим. Не, это совсем столовка. Сейчас мы найдем, может быть, какое-нибудь кафе хотя бы. Потому что совсем что-то... Пойдем в заведение, которое называется Алеша Попович. Переплавим автозаки на ларьки. Смотрите, ларек, полиция. Заведение Алеша Попович полностью забито людьми. Представляете, вообще прям... Мы идем дальше искать какое-нибудь порядочное заведение с едой. Салат, который называется Легория. А я назвал его Литургия. Неправильно прочитал. Здесь курица, соленые огурцы, салат, помидоры. Чрезвычайно вкусно. Потому что я голодный. А это борщ подается со сметаной и хлеб с салом. Аромат стоит великолепный. Домашний вкус на борщ. Пусть лаваш идет внутрь. Или что с ним делают обычно? Ты не знаешь? Да пусть будет внутрь, да. Почему нет? Сейчас еще сметану туда забодяжим. И вообще будет чрезвычайно вкусно. Вот, видите, мясо досталось мне. Куски мяса прям. Давайте попробуем еще сальпфа. Вкусно. Такое свежее сало. Чрезвычайно вкусно. А вот мне принесли картошечку с грибами, с сыром и с курицей. Чрезвычайно вкусно. Это очень вкусно. Заведение называется Аппетит. Оно прямо возле храма. Ой, напротив Кремля. Вот сейчас я выйду, вы увидите, где оно находится. Прямо напротив Кремля. Вот храм большой и Кремль. Идем в Кремль. Входной билет в ростовский Кремль стоит 100 рублей. Это если просто посмотреть обстановку. Там еще за все доплачивать. Наверное, стены тоже 100 и так далее. Но в Кремле работает до 5 часов. А сейчас без 25. То есть мы не успели бы посмотреть стены. Поэтому мы смотрим только вот сам Кремль. Государские хоромы. 17 век. Ну да. Что не приведешь, то не увидешь. Пойдем, не заберешь. Как же тут красиво. Здесь реставрация идет. Вот. Едем в Ярославль